самые упоротые люди это материалисты но почему это так ты пытаешься они видят что-то не то с тобой и они такие ну давай расскажи мне что-то расскажи мне что ты знаешь ты видел и когда ты начинаешь рассказывать да да давай рассказывай дебил говорит рассказываешь метод материсты сто процентов уверены в том что они все знают и все что они адекватны что осознают все и по сути-то ну доказывать ты конечно никому ничего не надо просто рассказываешь и но они тебя воспринимают просто как свихнутого головой поехатого поехал поехавшего но самое допустим упоротые еще более упоротые это люди которые из системы материальных ценностей они уже сместились в духовные ценности да они уже что-то увидели и сто процентов уже уверены в той или иной концепции хотя самое интересное у них в этом духовном развитии концепция может меняться то есть допустим из христианства мусульманство или там буддизм или еще куда-то да староверы какие-нибудь язычники там и они каждый раз будут сто процентов уверены в изменении своей концепции почему они еще более упоротые чем те же самые материалисты потому что вспомним например библейскую историю да то есть люди уже готовы были простить иисуса да когда его казнил понтио пала пиала понтио пилат готов был простить но кто его хотел убить и казнить это были и священники потому что они уже прям сто процентов то есть материалисты или кида давай простим у дурака он же сумасшедший и понтио пилат такой же дурака простим а священники они уже нет ни хрена не простим мочим до конца мочим валим до конца и вот люди которые уверены в своей концепции хотя она может них по жизни меняться да то есть они что-то там додумывают чему-то новому приходят новые книжки прочитали и концепция постепенно меняется меняется но в тот момент пока она еще не изменилась они готовы тебя уничтожить за свою идею они тебя прям реально это готова растерзать физически прям монстры вот и когда ты постепенно переходишь и понимаешь что все эти концепции духовные полный бред когда ты их уже несколько перепробовал я перепробовал несколько с кришнаитами общался со староверами с христианами буддизм книги прочитал почти все то есть коран библия по буддизму и кришнаитскую махабхарату все прочитал кришнаитские книги короче много чего читал и все такое и когда ты понимаешь что все эти концепции вначале ты понимаешь что какая-то хир какая-то хир происходит и что на самом деле то что ты считал истиной в определенной концепции допустим да это истина постепенно и все время меняется потому что у тебя раз другой концепции другая истина и я прям упоротый был например по староверам ну до этого была христианская да но я там так сильно не погружался просто общался с ними так далее вот и ну это много лет было до потом при переключился на староверов там я был немножко упорот в этом плане потом переключился еще куда-то потом кришнаиты но по постепенно ну по параллельно всему этому я читал очень много книг очень много разных и твоё мировоззрение по прочтению этих книг она начинает меняться и ты понимаешь что болен что-то не то что-то это концепция начинает разрушаться там староверческое еще что то то есть на самом деле самую порт и люди да вот в той или иной концепции это те кто не развиваются не читают книги не смотрят лекции не развиваются книги конечно помогают развивать и твои концепции начинает разрушаться и потом я уже понял что все религии все направления верования это полный хер реально полный хер но для этого мне нужно было прочитать кучу книг прочитать кучу лекций переслушать десятки сотни аудиокниг реально сотни и я в какой-то период это уже лета десятый год до десятый год я уже слушал десятом году я уже слушал в основном книги просветленных то есть там то ли там то ли там оша и ну и таких полу таких даже не просветленных которые еще люди в концепции какой-то религии и постепенно 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 ты вычленяешь и видишь что есть книги прям истинные есть книги которые ты уже не хочешь слушать потому что они уже тебя ограничивают в какой-то концепции книги которые меня не ограничивали это как раз таки был Эдхар Толли Оша потом у меня появился Джет Макена и понеслось Гурджиев несколько книг прочитал там тяжелые большие такие книги кто там еще ну много книг и ты видишь что вот это истинные писания истинные писания прям они настоящие потому что они идут осознанности они уже никаких концепций не касаются они касаются всего все что вокруг тебя происходит концепции которые религиозные да вот эти вот духовные они очень ограничены они тебе могут быть ограничены вообще вот буквально вот такой мизер не говоря уж там о материальных концепциях там нет никаких концепций просто жрешь сырешь и трахаешься это вот концепция материальная вот вот духовные концепции у тебя уже появляются какие-то более такие продвинутые вещи а потом ты понимаешь что это полная шляпа и ты уже вне концепции становишься вот 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 это хотел рассказать что сейчас например меня не понимают ни материалисты ни люди духовные ну духовные что-то улавливают какую-то нить материалисты вот так вот дебил но тоже могут что-то люди уловить когда ты говоришь что осознанность и когда они просто услышали слово осознанность это ты как заранил семя и это семя прорастет рано или поздно может быть даже не в этой жизни или еще как главное семечку посеять и а материале эти духовные люди они чувствуют какую-то долю истины и они прислушиваются но помни что они тебя могут казнить если ты будешь нарушать ихнюю концепцию каких-то верований так что так вот материалисты пальцем покурят духовные люди тебя казнить могут вот а потом ты становишься чище и чище и ты становишься осознанным концепции все разрушаются ты становишься жизнью ты начинаешь жить потому что концепции уже нету и ты можешь начинать наслаждаться жизнью и видеть ее как она есть пока ты в концепции ее нету ты видишь всю жизнь на основании своей концепции ты начинаешь начинаешь там крестить все вокруг кресты ставить там молиться духом молиться горам молиться домовым и так далее все на основании этого делаешь но ты не живешь по-настоящему ты в концепции а когда ты становишься чистым пробужденным это все разрушается и ты видишь жизнь по-настоящему как она есть она прекрасна она волшебна она настоящая так что будьте настоящими ищите себя да поначалу концепции нужны чтобы развиваться но если ты услышал это видео и оно зашло ищи поиск вперед так что так вот счастья всем счастья и любви подписывайся на канал переходи на дзен нам ютуб отрубить хотят переходи в рутуб одноклассники вконтакте будь настоящим здесь и сейчас есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь